Что надо посеять в мае на даче? Итак, начинаем подготовку грядок к посеву и посадке, перекапываем и рыхлим землю. Вносим под посадку перепревший навоз, под те овощи, которые в этом нуждаются. Помните, что недостаток питания сказывается на растении с первых дней и в дальнейшем почти невозможно полностью восполнить этот пробел. Поэтому основное, предпосевное и предпосадочное внесение удобрений при перекопке обязательно. В начале мая, с 1 по 10 мая, засеваем подготовленные грядки холодостойкими овощами, такими как редис, морковь, салат, крест-салат, петрушку, шпинат, укроп, горох, пастернак, бобы, яровой чеснок, лук-севок. Также можно посеять и летнюю редьку, репу, брюкву, лук репчатый, семенами, листовую горчицу, пекинскую капусту, кориандр. Так как в это время еще возможны заморозки, лучше будет укрыть наши посевы пленкой до наступления устойчивой теплой погоды. С начала мая можно уже начинать посадку пророщенного раннего картофеля, чуть позже приступим и к посадке позднего картофеля. Окончательно посадку картофеля хорошо завершить к 20-25 мая. По народным приметам самым лучшим сроком посадки картофеля является время расцветания черемухи и распускания листьев на березе. В начале мая, если это не было сделано в конце апреля, сажаем в парнике или в теплице на рассаду кабачки, тыквы, патиссоны, базилик. Если вы сажаете огурцы рассадой, то тоже пора высевать их семена. С середины мая можно уже высаживать в теплицу рассаду помидоров, перцев, баклажанов. Поливаем высаженную рассаду только подогретой на солнце водой и достаточно умеренно. При этом внимательно следим за прогнозом погоды, так как еще возможны возвратные заморозки и необходимо будет укрыть посадки дополнительно укрывным материалом. Осматриваем наши подзимние посевы моркови и других корнеплодов, если есть необходимость прореживаем их и обязательно подкармливаем. Во второй декаде мая можно уже приступать к посадке свеклы, так как она более теплолюбивая, поэтому сажаем ее позднее моркови. С 15 по 20 мая приступаем к высадке в теплицу рассады огурцов, посеянной в апреле, для выращивания в закрытом грунте. В открытый грунт высеваем огурцы или высаживаем рассаду тогда, когда почва прогреется на глубину 12 см, это приблизительно с 20-25 мая. До окончания заморозков и установления стабильной теплой ночной температуры, более 14 ос, ставим над посадками малогабаритное пленочное укрытие. Приступаем к высадке рассады кабачков, тыквы, патиссонов или же если рассады не вырастили, то сеем семена этих культур прямо в грунт, хорошо поливаем теплой водой и укрываем пленкой. В третьей декаде мая наступает самое время нам высадить на постоянное место рассаду поздних и средне-поздних сортов белокочанной капусты, а также и всех других видов капусты. Кальраби, цветную, бракколи, краснокочанную, брюссельскую. Высаживаем рассаду корневого сельдерея, рассаду низкорослых томатов в открытый грунт, посеем на грядке кустовую фасоль. В конце мая высеваем морковь для дальнейшего хранения, в это время ее меньше повреждает морковная муха, которая проявляет особую активность во время цветения сирени. Морковь лучше прорастает, если соблюдать принцип снизу, твердо, сверху, мягко. Это означает, что семена моркови должны лежать на плотной почве, а сверху их желательно присыпать рыхлой и легкой почвой. Необходимо уделить внимание и озимому чесноку. Так как в мае идет формирование луковиц, то в первой и третьей декаде этого месяца подкормим его органическими удобрениями, азотными удобрениями. После сильных дождей или обильного полива обязательно рыхлим грядки, чтобы лучше сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням. Лучшее время для высадки рассады всех растений – это вечер. При посадке растения заглубляйте до первого настоящего листа, при этом стараясь не засыпать точку роста. Перед посадкой луковицы репчатого лука замачиваем в слабом, теплом, 40-го, растворим органцовки на 2-6 часов, обрезаем их по плечике, удалив верхнюю часть луковицы или же надрезаем крестообразно донцы. Все это мы делаем для того, чтобы лук дружно прорастал. В мае можно заняться пересаживанием щавеля, ревеня, эстрагона и других многолетних овощей. Прореживаем появившиеся на грядках ранние всходы, посаженных в начале мая овощей. Удаляем своевременно сорняки, так как более 80% их являются однолетними растениями, которые размножаются семенами. Пропалывая огород до того, как в сорняках разовьются семена, мы сможем предотвратить их дальнейшее распространение. Применять для уничтожения сорняков гербициды не рекомендую. Май также является месяцем борьбы с вредителями капусты, свеклы, редиса, которые появляются при теплой погоде. Это крестоцветная блоха, чтобы избавиться от которой необходимо провести опыление всходов древесной золой или табачной пыли.